Я хочу рассказать, как выбрать бывую фотику, потому что это выгодно, не думайте вообще покупать новую фотику. Вы просто переплатите в 5 раз и при этом ничего не получите нового. Допустим, вы встретились с продавцом, вот вам дают в руки вот такую штуку. Первое, что вы делаете, открываете отсек батареи в любом фотике, он внизу. Достаете батарейку и смотрите вот там внутри контакты. Потому что часто, если фотиком пользовались очень мало и он стоял много лет, бывает то, что с аккума идет окисление. Посмотрели батарейку, все окей, закрыли. Обязательно проверяйте с флешкой всегда, не проверяйте фотики без флешки, потому что может не работать запись. Следующее, что вы проверяете, это нажатие всех кнопок. Просто включаете фотик и начинаете там нажимать меню туда-сюда. Давайте примерно покажем. Ну вот, типа вы там нажали меню, play, проверили все кнопочки. Это ваш следующий шаг. Обязательно проверьте, как покадровую съемку, так и серийную съемку. И именно с флешкой забейте буфер, посмотрите, чтобы не было ошибок. То есть вы в серийной нажмете просто снимать, и вот он пошел. Вот, все должно записаться, он не должен зависнуть, и не должно быть никаких проблем. Следующее, что вы делаете, снимаете объектив, нажимаете на кнопочку вот здесь возле фотоаппарата, и вот так его бац, бац. Посмотрели зеркало, чтобы там не было пыли много. Это не матрица, матрица находится под зеркалом. Вот там шторки еще, саму матрицу вы не проверите. Если фотик внешне в хорошем состоянии, то матрица будет нормальная. 99% случаев. Как поставить назад объектив, чтобы не опозориться перед продавцом? На всех объективах, на фотоаппарате, допустим, есть вот тут белая точечка, и на объективе есть такая же точечка. Вы соединяете эти белые точки, он встал в пазы, и поворачиваете до нормального уровня. Все. Далее, что мы делаем на следующем шаге? Если вы покупаете фотик с объективом, конечно же, мы его включили, и, во-первых, если у вас даже фикс, вы делаете фотку, допустим, взяли крышку в руку, там или что-то, там на лавочку положили, делаете фотку перед собой, вдаль в бесконечность, перед собой, и вот туда, вдаль вперед, вдаль вперед, 6 раз. Проверите фокусировку. Поэтому вы там нафиксили, на любом объективе, пофоткали вблизи, вдаль, вблизи, вдаль, вблизи, вдаль, вот так пофокусировать много раз. Потом, если зум, вам нужно проверить хотя бы часть фокусных расстояний, потому что он может работать, там, допустим, вот тут, 18-105 мм, вот такой. Он может работать, допустим, там, от 35 до 105 отлично, а от 18 до 35 не фокусироваться. При этом он вам может точку, это дело не про Nikon, а про Nikon и про Canon, любой вообще, там и Sony, и Pentax и так далее. Он может фокусироваться, подсвечивать вам зеленую точку, делать фотку, все без проблем. Поэтому, когда вы проверили фокусировку, возьмите какую-нибудь коробку, фотик ставите вот так под 45 градусов в текст, и по центральной точке фоткайте буковку. Потом открываете, там, на Play фотку, что вы сделали, и приближаете, смотрите, чтобы эта буква, там, плюс-минус полсантиметра была в фокусе. Если у вас зум-объектив, то же самое. Допустим, 18-105, я тогда проверял его на 18 мм, там, допустим, 35 мм, там, 70 мм и 105 мм. Далее, посмотрите, пыль под передними линзами, вот. У зумов это нормальная проблема, часто, если там 3-4 пылинки маленькие, это роли не играет, потому что, когда вы выдвигаете объектив, сюда пыль садится, что-то попадает, и начинается. Набрали, внутрь засунули, набрали, внутрь засунули. Типа пылесос. Пару пылинок роли не сыграют, и на фотках они не будут видны. Единственное, если пыли много, понятно, я и вам не советую, и, во-вторых, продать вам будет его потом кому-то тяжелее. Понятно, что все хотят что-то в идеале. Поэтому давайте, если по порядку, что мы проверяем? Достаем батарейку, проверяем отсек, чтобы там ничего не окислилось. Вставляем флешку обязательно, делаем серийную съемку, бац-бац-бац, там 20 фоток подряд. Все записалось, окей. Знаете, если может тупить фотик, он может тупить от дешевой флешки, потому что фотография весит там 20 мегабайт, а у вас флешка там пишет всего 15-20 в секунду. Вы сделали 10 фоток, это 200 мегабайт, то есть вам надо 10 секунд, фотик будет тупить, это не он лагает, это у вас колимая флешка. Поэтому покупайте флешки с записью хотя бы от 50 мегабайт в секунду. Далее проверяете, снимаете объектив, тому что у вас все в порядке, все окей. И начинаете там фоткать буковки под 45 градусов по центральной точечке, все работает. Все кнопочки проверили, нажались. В целом посмотрели, не заюзаны. Особенно смотрите, вот эта часть есть, где вы держитесь рукой, а вот тут пальцы касаются фотоаппарата. По ней тоже очень хорошо понятно пробег. Вот допустим у Nikon она пластиковая, но тоже будет видно. У Canon она вообще резиновая, и тут текстура вот эта вот на резинке, она вообще стирается и получается такая гладенькая. Понятно, что фотиком много пользовались. И вообще лучше всего напишите продавцу перед осмотром, чтобы он проверил пробег. Чтобы проверить пробег на Canon, есть специальная программка, она очень маловесима, называется Camera Canon Info. Вы подключаете фотик по проводу, включаете программу, нажимаете connect, и он пишет, сколько тысяч фотографий было сделано. У Nikon вообще еще проще, можно просто сделать фотку на фотик, вставить флешку в комп, загрузить на сайт, и он определит пробег. Для кропа нормальный пробег, типа до 30 тысяч можно покупать. Больше 30 я бы не покупал, только если это практически не даром. Потому что затвор даже на полном кадре может слечь спокойно на 45 тысячах, если вам не повезет. Фотик пробег, потому что замена затвора стоит достаточно дорого. Поэтому в следующем видео посмотрим на два фикса Canon 50 мм STM и 50 мм второй версии. Самая популярная фокусная, плюсы и минусы, разница в цене и что стоит кому брать. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok